Решил я на выгрузке залезть снова на котлы и рассказать. Не помню, рассказывал, не рассказывал. В общем, у нас два котла. Справа от меня номер один. Заканчиваем выгрузку. Вылезли уже в балласте. В три часа ночи закончим. Наверное, в шесть-семь уйдем. Ну, вот так я делаю режим модема. Чайф-офисер. А я ручка. Я в английскую деревню, я попробую сейчас второму штурману отдать эту камеру. Может, что-то заснимет пейзажи какие-то. Потом посмотрим вместе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это был Майкл. Вчера окончательно меня осморило. Пошел я спать где-то полдесятого. Думаю, все, бросаю все эти дела. Сегодня уже продолжу с бумагами, что получил. Потому что голова уже вообще не соображала. Проснулся, легкий дождик прошел. Погода хорошая. Вчера приехал новый пампман. Он же Донкерман. Он же человек-насос. Шутка. Наш человек. Этот филиппинец меняется. И все теперь. То, что я показывал ролики с Памп Рума. Дорогу мы туда можем забыть. Лучше приехал специалист. Вот чем отличается наш от филиппинца. Филиппинцу нужно просто показывать. Тот клапан откроет, тот закроет. Все, у него полет фантазии отсутствует дальше. Этот эвариде точить умеет, изображает. Так. Наших людей все хорошо. Только с верхушкой власти не везет. На завтрак. Решил я на выгрузке залезть снова на котлы и рассказать. Не помню, рассказывал, не рассказывал. В общем, у нас два котла. Справа от меня номер один. Вот номер два. На выгрузке мы их запускаем. Этот мастер, хозяин. Этот слейм. РАП. Так называют. Он ищем с газов. Вот видите, две трубы. Газы пошли в выхлопную трубу. Но с каждого котла можно идти. Они там соединяются. И можно вот забрать их на инерт газ. Это скрабер. Сюда подходит забортная вода. Идет такой душ. Газы охлаждаются, очищаются. И пошли дальше. Там два пловера, то есть дуйки. Пошли в танки. Энертизация. Понижая дуровень кислорода. Меньше 5%. Так, фар. Вот. Мейн стим вел. Фар тоже соединяется. И идет на раскрутку турбин. Три турбины я уже показывал. Крутятся они сейчас 1300 оборотов в минуту. И насосы производительность 3800 кубов в час. Ну так как мастер, он постоянно стоит, постоянно работает под нагрузкой. А слейв уже, если давления не хватает, он запускается, останавливается. Ну вот, что мы тут на котле сверху видим. Это надо как-то прийти, заснять процесс работы остановки. Вот дизельная форсунка. Вначале котел продувается. Не знаю, 3 минуты, 5 минут. Форсунка дизельная опускается. Электроды подается напряжение. Получается искра. Распыливается дизельное топливо. Пошло зажигание. Потом уже идет основное топливо. Либо... А, кстати, горячее. Либо газдуэл, либо тяжелый. От топлива. Вот пошел процесс. Так это все внутри горит. Ну так как надо что-то испарять. Вот, сюда вода подводится. Постоянный уровень поддерживается. Нормально. Вон, клапан, автоматическая подпитка. Ну, чтобы один человек сидел и не бегал. Это аварийность. И все. Вот так по кругу. Это все испаряется. Газы выходят. Газы идут в танки. Вода испаряется на турбины. Сейчас подойду к турбинам. Из турбин выходит вакуумный конденсатор. Там конденсируется. И насосами откатывается в теплый ящик. И обратно же насосом закачивается сюда. И так все по кругу. Ну, что интересно, я хотел сказать. То, что за выгрузку, так я считаю, каждый котел кушает, наверное, по 45 тонн. Вот такая арифметика. Вот, кстати, как посмотреть уровень воды. Середина. Вот и написано. Normal water level. Хай, лов. Когда лов, он уже вырубается. Все, пойдемте дальше к турбинам. Пар. Соединяется в одну. Пошло вниз. Надо только все, что сказать. Котлы работают 15 бар рабочее давление. Почти. Спрос идет на 15 вакуумной конденсии. Такие клапаны с рукой сравнивается. Маковичок клапан. Вот он, наш пар пришел сюда. Дрейн-сепаратор. Ну, чтобы не было гидравлического удара. Потому что мы уже очень долго готовились сливать воду. Вот труба. И от этой трубы три ответиления. В нашем случае турбина номер один. Вот. Вот, этот клапан открыт. Регулятор оборотов. Откручиваем. И пошел обороты регулировать. Уже СССР управляется. Сейчас 1250 было. 1264. Вот так она крутится. Это уже показываем. И так каждая турбина. Все. Фар отработал. Отработал. Расширился. Видите, труба больше. Вот видите, труба больше. Чемпенсатор, если будет. И пошел вакуумный конденсор. С каждой турбины. Раз, два, три. А там вакуумный эжектор. Засасывает вакуум. Чтобы засасывать этот пар. Фар охлаждается. Вакуум конденсор. Возьми. Конденсор. Памп. Всего только конденсор. Конденсор памп. Запортная вода проходит. Через конденсор. И пар превращается в воду. Пар еще подходит на два эжектора. Они создают вакуум. Который делает отрицательное давление. Минус 0,6. Потом это все дело конденсируется. Вот вода запортная вошла. Вышла запортно. Это уровень наш. Если уровень превышает хайлэвел. Ну тут насос в автомате работает. Вот и усасывание. Вакуум конденсор. Насос. И откатывается он в теплый ящик. Оттуда насос уже берет, подает кокет. Сейчас в нем в теплый ящик. Вот он и теплый ящик. Еще по-разному называется. Каскейт тэнк. Фильтр тэнк. Ход вэл. Он в теплый ящик. Потому что тут температура воды где-то 80-90 градусов. И обратно все. Всасывает насосы. Вот так по кругу. Вот и весь процесс. Что я отдал ему вторую камеру второму штурману. Он пойдет на город. Что там заснимет не знаю. Но что-то это получится. А я уже займусь другими делами. Сейчас сбрасывал свои ролики. Посмотрел, послушал, что я там записывал. Немножко я ошибся. Два котла. Мастер и слейв. Потом пошел на компьютер и посмотрел. Как-то не созвучно. Мастер это хозяин. Слейв это раб. Вот правильно. Мастер, котел. Он периодически запускается. Но они работают в одном системе. А слейв постоянно работает. Получается, хозяин сидит, отдыхает, а раб работает. Вот такая система в котлах. Ну вот так я делаю режим модема. Включить Wi-Fi и Bluetooth. И теперь это у меня будет как антенна. Подключаемся сюда. И можем по среднему большому экрану. Вот он, iPhone 6s. Нормально. 35 долларов. Еще столько осталось. Где-то 700 метров. Получили мы информацию. Идем в Россию. Супертерминал Усть-Луга. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот, ребятки, такой крутой терминал. Может, одновременно... Возможность одновременной обработки на трех причалах танкеров, где две там от 20 тысяч тонн до 300 тысяч тонн. Миллион тонн в сутки. Посмотрим потом вживую. Это общий вид 2013 год. Наверное, еще больше разросся. Расширяется. Подвезли масло и химия. Сейчас получим, потом распишемся. В ту камеру влазят. Маслица наша. 10 бочек подвезли. Это боссман или кто такой? Кто там главный на кране? Кто главный? Да, его и не поймешь, нет. Балаклавия. Сейчас бочечки будем поднимать. Поехали, бочки наши. Пошла химия. Пошла химия. Бумажки подогнали. Это и отсылаем в компанию. Пыски проверил, вернул обратно. В таком виде. А зачем оно мне надо? Меня такие больше устраивают. Ну что, я одну камеру отдал. Одна осталась. Другую снимаю айфоном. Он так приспособил. С подзарядочкой. Оставлю, наверное, до часов 8 вечера. Будет интересно посмотреть. Раз в 10 секунд снимает. С облаками очень красиво получается. Ну, посудина поехала. Irish Ferris. Что значит ирландские паромы. Сейчас приблизим. Интересное время он тоже. Он и вид староватый. Погода такая, проистинная, что уж приятно снимать. По-моему, слухи выползли, что идем на Америку. На Мексиканский залив, Техас, еще куда-то. Посмотрим потом. Но нам выбирать не приходится. На таком пароходе можно и везде покататься. Электрички закрутились. Оставляют лебедки. Филепок. Нашим балластью, вылазим наверх. Травим концы по чуть-чуть. Очень распогодилась вообще сегодня. Прямо красота. Еще раз попробую поснимать. Шестово берега находится. С левого крыла мостика. Правда, я внутри стою. Выходить нельзя. Сейчас второй штурмом должен... Возьмите, третий штурмом должен подъехать с моей камеры. Перепутал я. Третьего отдал. Потому что он на машине едет. Не знаю, что они не снимают, все будет хорошо. В общем, погода отличная. Камера в такую погоду снимает замечательно. Смотрим на барометр. От давления упало в сторону Рейн. А смотришь за борт вообще. Не похоже на дождь. Сейчас сидим. Топливо считаем. А следующий Voyage. Идем мы к суперкрутой порт в Россию. Усть-Тлуга. Только что после этого они могут манкировать три гармонных танкера по 300 тысяч тонн Дидвейд одновременно. Не манкировать, а грузить. А потом в Америку. Так вот в какой порт, неизвестно. Визы у меня нет. Все эти Apple-овские гаджеты я купил. Какие только можно. Apple Watch, iPad, iPhone. И в принципе меня Америка уже не интересует вообще. В этом плане. Там только проверки будут. Дай бог, чтобы мы в порт не заходили. Поэтому виза не виза. Буду сидеть там. Ну пока туда-сюда вернемся. Уже пройдет полтора месяца, наверное. Ну и что-то поснимаем наше. Arms. Заканчиваем выгрузку. Вылезли уже в балласте. В три часа ночи закончим. Наверное, в 6-7 уйдем. У меня, наверное, самый большой танкер здесь. Сзади маленький стоит. Ну уже маленький. Я работал на таких 30 тысяч, 50 тысяч. И впереди такой же. Вот туда в эти хранилища, в терминал качают нашу нефть. И смены какие-то. Они смотрят на нас. А мы смотрим на них. И смены какие-то. Это замечательные. Смотрите. И смены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова